Девушки отдыхают Который называется театр И главный человек в этом театре Художественный руководитель этого театра Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян Ваши аплодисменты Армен Борисович Баревдис Баревдис, цаватаны Как приятно слышать родную армянскую речь А могу я вас попросить на сцену подняться? Чтоб я пошел? Чтоб вы, да Здравствуйте, дорогие друзья Арменский танец посвящается Арменский народ Представьте, пожалуйста, национальный танец Называется друзья Расскажите о своих соратниках, пожалуйста Это Юрочка мой Клепиков Синафонтова Елена Елена Потрясающе Хорошая Медведев Да ладно Сам Медведев? Да, сам Медведев Светочка моя любимая Я просто не знаю, ты под какой фамилией выступаешь Вам какая нравится? Нравится, это серьезный проблем Как удобно Удобно Макарова Значит, Макарова Чтоб, не дай бог Твой муж не обиделся Все, Макарова Мы ее взяли в театр Макарова Взяли в театр Макарова, прекрасно Оля Кузина Очень хорошая Актриса Умная Вот это Лапина Моя Лапкина Очень хорошая Это Лисковец Ты поправишься, я буду неграмотен Сексапильная Оскорбительная? Здорово сказали Да ты что? Посмотрите, она улыбается и понравилась Это моя девочка Моя соотечественница Юля Овшарова Она Овшарова Ты понял? Я понял Наша соотечественница Это главное Я понял это Мы этого добились Семен Штейнберг Так что вот это Очень Это ваша Большая Большая И очень неполная Семен Очень любимая Артистов Ваши Много, много Ну я так и знал, что начнут без меня Здравствуйте В чем дело-то? Здравствуйте, я же сказал, что я сюрприз готовлю Нельзя было подождать Подождите, подождите Саша, сюрприз Подождите Вы знаете, кто это? Мой пытливый коллега Который принес Любит вообще сюрпризы Александр Карлов И народный артист России Дмитрий Харатьев И весь вечер Израилем Дмитрий Волков Хорошо Теперь ваш сюрприз Александр Подождите Его еще приготовить надо И причем готовить придется вам Армен Борисович Вот это сюрприз Серьезное дело Ну вы же умеете делать шашлык Нет, не умеет Ну как это-то? Не умеет Подождите секундочку Ну-ка давайте присядем сейчас И разберемся с этим вопросом Нет, ты имеешься Присядьте, пожалуйста Внимание на экран Какая камера работает? Сейчас будет показ, как не умеет Армен Борисович Все 23 камеры Как горит? Как горит? Ой, мам Молодец Молодец Иди сюда Иди сюда Посмотри Слушай Ай, какой жаркий Вот А теперь берем патриджан Вот я беру патриджан Смотри И делаю надрез Посмотри Вот Вот Не до конца Не до конца Что там происходит? Горим, что ли? Ой, кончаем Не на час Сейчас кончаем Через час приходим в гости Шашлык кушать и венок И вы все приходите И мои соседи дорогие Это же все для вас А на дым не обижайтесь Шашлык и дым Это как рука и сердце Итак, Армен Борисович У нас есть кинодокумент Да Значит, вы все-таки умеете готовить шашлык? Вы не умеете? Нет, не умею Это искусство перевоплощения? Да, это вот Это моя роль Там же стоят люди специально И я беру вот это Они режут и вставят туда А кто придумал вообще Жарить шашлык на балконе? Замечательный режиссер Эдик Киасаян Эдмонд Киасаян Да, с которым я работал много лет Здесь он? Да, вот на экране Он с нами Да, с нами, да Смотрите, Армен, откройте чемоданчик Зачем? Там что? Откройте, откройте Деньги там Тяжелый чемодан Это все для вас, Армен Борисович Мы хотим вас порадовать Еще одним сюрпризом В конце концов Артист имеет право На благосостояние Или нет? Я не знаю Это вопрос был Или утверждение Открывайте, Дмитрий Вадим Не бойся Я не знаю, что ты называешь Благосостоянием Страшное дело, слушайте Это все пресс Да? Конечно Обычный джентльменский набор Это набор Убийца-маньяка Понимаете? Серийного причем На самом деле Это набор для шашлыка Посмотрите внимательно Вот здесь все есть Этот процесс нельзя смотреть Почему? Потому что это неинтересно Я предлагаю нам с вами Не смотреть на этот процесс Не в конечном случае Отдать вот этому Идем туда Делать нам шашлык Экспериментатору Я же хотел Даже цитату заготовил Понимаете? Специальную для вас Я же ведь В шашлыке же Главное Не сам процесс И не результат А общение Я же приготовил Специальную фразу Из классика Где президент Блаттер Let me speak from Это не то Сейчас, секундочку А, вот она Значит, смотрите Арцёк Кахцац Эйес Укелем Яйн Утылу Евкиракурнер Инс Храпурел Кот Зайна Илселу Царавн Эстепел Екелем Зруйцов Харпелу Хорошо Армен Борис Переведите Бажан А что? Как это? Это такая Поэзия Она не переводится Это Высокая Поэзия Говорит о том Что я пришел К вам Не напиться Нажраться А побеседовать Великий Армянский Ашук Саятнова Саятнова Армен Борис Я знаю Что это Неполная Ваша Театральная Семья Вы открыли Свой театр В 96 году 15 лет назад То есть у вас Юбилей в этом году Театр Да Вы ведь Худрук Глава Действительно Семейства Театрального И Все что происходит У вас В вашем доме В вашей семье Все конечно Зависит от того Кто собственно Член этой семьи Да И поэтому Для меня просто Интересны Вот критерии Подбора артистов Я думаю Что надо Прийти Порепетировать Попробовать Откуда Что оттуда Выйдет Потому что Это очень На мой вкус Это очень Сложная проблема Очень А вот интересно У артистов Спросить Вашего театра Собственно У части Труппы Зелена Ксенофонтова Может там Расскажет У нее же есть Какая-то история Мы познакомились Армен Борисовичем В другом театре Я работала В театре школы Современной пьесы Армен Борисович Играл там спектакли Я однажды пришла В театр Когда был Немой спектакль И его Оказалось Что мы сидим В одной гримерке Но в разное время Я вошла А он готовился К спектаклю Ну я зашла В такой немножко Бесцеремонный Интимный момент Вот Я закрыла дверь Пауза Да здесь пауза То есть это Вовремя зайти Вовремя зайти Следующий разговор Был уже через года Два наверное Когда Армен Борисович Представляете Мне позвонил И сказал Артистка Ксенофон То иди ко мне в театр А я действительно Не знала Что есть такой театр Под руководством Армен Джагарханена Я говорю А что есть такой театр Он говорит Вот придешь Будет И Он мне единственное Что спросил Когда мы разговаривали Говорит Что ты хочешь Я говорю Я точно знаю Чего я не хочу Я не хочу героинь Я хочу кривеньких Костеньких Хочу какого-то Веселья Вот И он мне Обеспечил А легко Зайти Кармен Борисович В кабинет И о чем-то попросить Его Зайти легко Выйти Не просто Это женщинам Давайте мужчин Спросим теперь Я вот сейчас Историю расскажу По поводу Попадания в театр Была первая Премьера моя в театре Это был спектакль Пороховая бочка И Так сложилось Что этот спектакль Был Премьера у него была В начале октября День рождения Армен Борисовича И подводит Меня к Армен Борисовичу Говорит Здравствуйте Армен Борисович Это вот ваш Новый артист театра Медведев Да кстати Говорит У него тоже день рождения С вами в один день На что Армен Борисович сказал Я не знаю сына Кому из нас повезло Пожалуйста Скажите Скажите Ответьте Отлично Вы поняли намек Вот сейчас вам раздадут Что прям так и сказать Приезжай Вот так и скажите Приезжай Так интересно А кто же это Вы узнали голос Армен Борисович Нет Нет Давайте вспомним 1966 год Мой мальчик Русский театр в Ереване Звонок из Москвы Со словом Приезжай Армен Джан Приезжай Приезжай Кто вам позвонил из Москвы 66 Женским голосом Сказал Армен Приезжай Думаю Что это Была Оля Яковлева Угадали Да Ольга Михайловна Яковлева Это была И есть и будет Ольга Михайловна Добрый вечер Здравствуйте Здрасте 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 Поскольку у вас передача Большая семья Стало быть Вот сюда Всю свою семью Вклеиваешь Ну больше Двухсот Не нужно Ваша жизнь в Москве началась с Ольги Михайловны, как только сейчас некоторым стало известно. А как же это получилось? Вы увидели Армена Борисовича в какой-то роли, да, видимо? Можно я расскажу? Да, слушай, это намного. Ты считаешь, что это лучше было? Это было, да, это было, потому что я правду знаю. Ага, а я сочиняю. Ну, фантазия. У меня? Вот это вот драматургия. Значит, в Ереване был русский театр замечательный, в котором я вот там выступал. И тогда было принято, приглашали хороших артистов. И вот была приглашена Ольга Михайловна Яковлева. Которая была 23 года. Я думаю, 24. 23 года. Значит, да. И она приехала играть в спектакле «104 страницы про любовь». Хорошая память, да? Про любовь, да. Чудно, да. Я не был занят в этом спектакле, но как истинный артист, значит, я начал ухаживать за... Вот тут должна... Что, вру я, ты можешь говорить, да. Ты действительно начал ухаживать. Но это какая-то отдельная тема. Все, сняли. Это не та тема. Я приехала в Ереван, вышла в зал, где шел вечерний спектакль. Вот это самое интересное. Вот это самое интересное. Это был Ричард Третий Шекспира. Сидит на кресле человек, какой-то довольно странный, с большой головой. И как-то у него на кресле вот так заплетены ноги. Я поехала туда с художницей, с приятельницей Тамарой Надировой. Вот. И я говорю, слушай, что это за артист такой? Вот какая-то манкость есть. Она говорит, да, что-то удивительное, удивительное. Потом вечером, когда нас пригласил главный режиссер, куда-то на форель на балконе там, по-моему, что-то делали или шашлыки на балконе делали. Я увидела этого человека, который вот играл, собственно, Ричарда Третьего. Это был я. Когда я приехала в Москву, я пришла к Анатолию Васильевичу Эфросу, к нашему режиссеру в Театре Ленинского комсомола, и сказала, Анатолию Васильевич, я нашла потрясающего артиста. Тогда еще вышел замечательный фильм с ним. Здравствуй, это я. Он произвел неизгладимые впечатления. Меня они там очень здорово играли. Ну чего тебе? Ну что, ну что, ну что, ну подойди, не подречься. Что ты делаешь? Что смотри, что ты делаешь? Нет, ничего, Сон, ничего, можешь поливать, только твои хлебные карточки. Ну давай, давай. Слушай, брось. А где ты их нашел, а? Где, где, на подоконнике, пожалуйста. И тогда, как бы, вот, после этого фильма Антолий Васильевич сказал, пускай приезжает. Тут я тебе позвонила и сказала, приезжай, приезжай. Ты мое золото. Вот так мы познакомились с Арменом Борисовичем. Ты мое золото. Армен Борисович, есть еще одно мнение. Вы же там, в Ереванском русском театре, играли не только шекспировских персонажей. Была еще одна роль. Я сейчас попрошу вынести для этой роли реквизит. Скажи. Я бы даже сказал, костюм. Детали костюма. Костюм и реквизит. Ольга Михайловна, можно вас просить присесть? Узнаете реквизит, Армен Борисович? Не знаю, что это. Не знаете, что это? Нет. Ну, а если руку вот так сделаете? Нет, нет, себе. Нет, другую руку. Смотрите. Значит, можно на вас надеть? Так. Руку так. Да, вторую. Ленин игрок. И как же вы играли Ленина? Очень хорошо. А можете что-нибудь воспроизвести в своей роли? Что я же там играл на армянском языке. Ах вот. Конечно. А как это может быть? Вы плохо знаете наш театр. Советский театр. Кто? Он и по-узбекски играл, Ленин. И по-калмыкски играл, Ленин. Армен Борисович, а как это будет на армянском языке? Товарищи, Великая Октябрьская революция, о необходимости которой... Никогда, ни за какие деньги не скажу. Да? У меня вопрос к Ольге Михайловне. Ольга Михайловна, скажите, пожалуйста, а если бы вы увидели Армен Борисовича в роли Ленина, пригласили бы его в Москву? Позвонили бы, сказали, приезжай. Не думаю. Не думаю. Это вы удачно зашли тогда на тот спектакль. Удачно. Не жалеешь, что меня позвала в Москву? Ну, Армен Борисович. Ну, вы с ума сошли. Хороший я артист. Вы у нас теперь мегазвезда. Ты мое золото. У вас хороший вкус, Ольга Михайловна. Армен Борисович. Очень вкусно. Вот эта музыка вам ничего сейчас не напоминает? Пока нет. Нет. Что-то такое, по-моему, армянские чуть-чуть есть, да? Интонации музыки. Нет? Ассоциации с детством никаких не возникает у вас, Армен Борисович? Я иногда могу плакать и вспоминать мою маму на музыке Моцарта. Это не связано. Там нет конкретного. А, это про мою маму. Этого нет. Я думаю, если ты хочешь, я тебе подарю. Сказал гениальный человек. Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Вот что я предлагаю. Давайте мы посмотрим на город, в котором вас любят и знают. И помнят, конечно. Давай, мой мальчик. Диган Ханяна я видела здесь во время спектакля «Трамвай желания». Это было, по-моему, в 73-м году. Когда мы с трудом доставали билеты на эти постановки. И представьте, что в этой постановке он был просто неотразим. Неотразим был именно тем, что в силу своей роли он вызывал к себе отвращение. Главное человеческое качество Армена Джигарханяна заключается в том, что где бы он ни был, он никогда не забывал о том, что он армянин. И всегда везде об этом говорил. Поэтому и за это армяне его любят особо. А, армяне. Посмотрите, Армений Борисович, это не ваш дом, Ереван. Дерево. Не ваше дерево? Я вырос в том районе, где... Это, по-моему, дерево дает. А может, не это. Это тутовое дерево. Тутовое, правильно, правильно. Я тебе расскажу еще страшнее. Я однажды упал с этого дерева. Я туда забрался... И заснули там, да? И заснули. Я не знал. А как вам удалось заснуть на дереве? Ну, там поел немножко туты и так... И сфалился. Хочу задать вопрос по поводу вашего дома. Его сейчас уже нет, того дома вашего детства? Улица есть, мы точно знаем, что улица в Ереване... Нет, нет уже. А дома уже нет, да? Снесли там. А что теперь там? Там парк. А двор, где вы футбол гоняли, остался? Там туннель есть. Детская железная дорога. Вот этот туннель... Вот я жил перед домом. И мы там ходили, гоняли футбол. Кстати, о футболе, Армен Борисович. Да, дорогой. А знаете, что на этом мяче изображено? Это автографы вашей любимой команды «Спартак». Всей команды. Это подарок вам. Вашей любимой команды. Спасибо. Я тоже болельщик «Спартака», поэтому, если вы позволите, я пока это оставлю на рояле. Армен Борисович, давайте отправимся с вами в 1966 год. Давай, поехали. Выйдите, пожалуйста, на сцену. А для этого нужно выйти на сцену. Итак, Армен Борисович, в 1966 году, еще до перехода в Ленком, вы решили сменить, обновить гардероб. Хотели выбрать и купить две вещицы, а выбрали только одну. Какую и почему? Это 1966 год. Перед тем, как поехать в Канны. Меня пригласили на Каннский фестиваль с картиной «Здравствуй, это я». И, значит, нам достали с большой трудностью сорочки нейлоновые. Да. Нам уже там сказали, что в Париже эти нейлоны одевают только официанты. Давайте скажем другое слово. Гумус всехсов. Нет, 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 не то, другое, еще одно, короткое есть. Короткое. Нет, геи их зовут. Да, это гей. Что, сейчас начало начнем. Значит, нам говорили, это не одевайте, потому что это в Париже одевают геи или официанты. А потом у нас не было туфель. Мы должны были выйти на этот подиум. Вы имеете в виду красную дорожку? А, конечно. А что делать? А вот, мальчик, ведь как говорят, ведь про обувь-то есть даже такая шутка, да? Не можешь купить ботинки в Милане, покупай в Ереване. А почему в Москве купили? Нет, такого в Ереване тогда не было. Что ты? Ну, оценили в Каннах эти ботинки? Ну, что ты? Фабрика Скороход? Ну, что ты? А там вот, в Каннах, этот фильм что-то получил? Нет. Нет? Расстроились? Нет. Или для вас был подарок уже, чтобы вы оказались в Каннах этих новых ботинок? Конечно. Что ты? Я видел этот праздник. Я до сих пор думаю, что у меня были потрясающие нервы. Потому что вернуться оттуда, увидев, прожить это... А вот Софи Лорен в 66-м это было потрясение? Нет. Нет? Нет. Послушайте, Армен Борисович, вы вообще пользуетесь, конечно, сокрушительной популярностью у женщин. Это всем известно, подтвердят ваши актрисы. Одна из этих дам пригласила вас в Москву, и вы, собственно, продолжаете здесь жить. А вот другая, которая сейчас выйдет на сцену, утверждает, что она ваша жена. Покажи. Ну, кино-жена. Ну, давай посмотрим. Даю. Оща. Вот здесь проводка? Нет. Зачем? Зачем? Все равно о твоих делах ничего не понимаю. У тебя свой мир. У меня свой. Я даже думала, это хорошо. На себе лежит. Ирина, все равно. Почтение. Проходите. Встречайте супругу свою. Как ты целуешь, что... Ну, я так стараюсь, чтобы тебя не... Красного не было. Ну, конечно. Мой дорогой, я счастлива тебя видеть. Желаю. От всей многомиллионной, я понимаю, армии женщин, которые тебя обожали. Я счастлива быть членом вашей большой семьи. Но я пришла с подарками. Да. Значит, ну, я написала первую в жизни книгу, Армен Борисович, извините. Она называется «Расскажу». Можно вручить себе мой опыт с дарственной надписью. А самое главное, я очень хочу тебя вот такого друга. От сердца к сердцу. Смотри, какой смешный. А, мой взгляд. Мне кажется, он чуть-чуть на тебя похож. Это копья. Ну, да что ты. Можете присесть. Вы сюда прикажете. Подождите, вы как там сидите? Да, вот так. Как хотите. Вы здесь. А вот, Ирина Петровая. А я там, да, отлично. Знаете, съемки всегда это ожидание. Все сидим, у всех лица уже перекошенные, раздраженные, злые. Многие начинаются еще ругаться с кем-то, там, свет не тот, что-то еще. И выходит это солнышко на одной из съемочных площадок. Выходит, кого-то обнял, кого-то ущипнул, кого-то придавил, улыбается и говорит... Какая картина, да? Да, это просто, чтобы знали. Это ты рассказываешь моим артистам. Я понимаю. Он был такой. Он такой был хулиган и такой очаровательный. А я сижу, что-то такое там вот. Вот, уже там время, там столько, что-то ворчу, ворчу. Что-то мне не снимают, что-то не то, там, недовольны. Он говорит, Ириш... Ты была в роли тогда просто. Он, Ириш, говорит, ты хочешь быть в старости? И дальше, вы представляете, вот его мимику, его лицо. Он сделал такое-то, как гуттаперчевое такое-то. Я не могу повторить. Он сделал такое лицо, такое сморщенное, страшное, противное, жуткое. Хочешь, говорит, быть такая? Баба-яга. Да. Я говорю, нет. Улыбнись. И вот это на всю жизнь. С тех пор я так улыбаюсь. Я подумала, какой тебе сделать подарок. Так. Есть несколько великих армян. Сразу же первый Сараян, которого мечтала сыграть. И великий Азнавур, песню которого я мечтала обязательно исполнить когда-нибудь. Армен Борисович. Давай. У вас было несколько театральных романов. Первый это русский театр в Ереване, ереванский русский. Потом был Ленком. И, по-моему, 27 лет вы отдали служению театру Маяковского. Я. Вас там что, больше любили? Почему так много лет? Ну, значит, хорошо было. Это проблема ведь сложная. Как мы влились друг в друга. И этого никто не знает, к сожалению. Армен Борисович. Да. Одна из ваших коллег по сцене получала из зала записки. Давай мы тебя защитим от этого ужасного человека. Вы помните, кто это был? Нет. Кого вы мучили на протяжении многих лет с таким удовольствием в Маяковке? Нет, не знаю. Не помните? Нет. Тогда посмотрим на экран. Я вам тут приготовил небольшой подарок ко дню рождения. А, не малярина. Подарок мне? Не малярина. Да, потому что никак не рассчитывала. Вообще не понимаю, что эта Стелли вздумалась отмечать в мой день рождения. Ну, так что же за подарок, Стелли? Армен Борисович, какой вы все-таки удивительный, харизматичный и манкий мужчина. Вас обожают женщины? Сегодня просто россыпь роскошных женщин. С вами. И вот еще одна блистательная, замечательная, превосходная народная артистка России. Здравствуйте. Светлана Владимировна. Не маляю. Прости, все к тебе с подарками, а со слезами. Прости. Ну, ничего, я сейчас успокоюсь, просто театр 23 года жизни вместе, все рядом. И поэтому, конечно, вот, я так, мне было трудно прийти, но я подумала, что нас столько связывало в жизни, что, да, что не прийти невозможно. Я пришла сказать тебе, что я тебя люблю и что мы с тобой столько испытали счастья в театре. И у нас было такое искусство высокое. У нас были такие роли, такие спектакли, о которых можно только мечтать или читать в книгах, правда? А потом, когда прошла жизнь, и когда все осталось уже позади, то ты понимаешь всю ценность того, что мы имели. Мы с тобой играли трамвай 24 года. 24 года, ты ж не поверишь, правда? И как мы любили эту пьесу, и как мы друг друга ценили. И как вы, как ты про меня сказал, что, когда был мой юбилей, ты сказал, удивительные слова, которые Саша забыть не мог. Когда ты сказал про меня, что, говорит, Света все 24 года умирала на сцене, и надо вам признаться, что мы ждали этой смерти. И она нас ни разу не обманула. Вот ты, вот ты, вот ты, а то тебя не видно, ты встал спиной. Ну, и представьте, вот давайте я вас приглашу за стол наш импровизированный. Вот если те люди, которые смотрят сейчас телевизор, смотрят эту передачу, которая посвящена Армену, я должна сказать, что перед вами сидит человек, эпоха, эпоха театра Высокого и театра Необыкновенного. Ну вот мы прожили какое-то десятилетие, я так думаю, подаренные нам Гончаровым. Я не буду говорить о том, какой он был человек, об этом все знают, мне об этом совершенно речь. Я просто хочу сказать о том, он был человек высокого таланта, высокой одаренности и фанатизма, преданностью любви к театру. И результатом, плодом этим вот были спектакли. Это был Бек, это был Сократ, это был Нерон, это был Виват Королева, это был, конечно, трамвай желания. Я счастлива, что я прожила эту эпоху рядом с ним, и Бог мне позволил рядом играть. Это очень большое счастье. Конечно, ты мог и не прилететь на спектакль, конечно, ты мог и куда-то исчезнуть, и, конечно, тебя могли искать, и, конечно, ты доставлял массу нервов и переживаний. Но как-то получалось, что тебе все прощали. На тебя не сердились. Получалось, что Гончаров прощал временное отсутствие Сократа. Вот он ему прощал, другим не прощал, никому, ничего. Должна вам сказать, что мы, конечно, какой-то черной завистью мы все завидовали, потому что мы-то жили в очень таких крепостных условиях, я бы сказала. Перестань. Да, на... Вот, будем спорить. Он очень любил Светлану, очень. Это я знаю. А вот что касается тех записок, которые вы получали во время спектаклей «Трамвай желаний» с предложением защиты от этого ужасного человека, как вы отвечали этим людям? Ну, я не могу так сказать, потому что я получала такие записки, но я помню в репетиции, когда Гончаров кричал мне, ну, еще когда не было спектакля, когда мы репетировали, он мне кричал, вы имеете в виду, несмотря ни на что. Он вообще всегда говорит, что я ставлю один спектакль в своей жизни. Вот чего, это работа, потому что это и плакали, и Светлана плакала во время репетиции, что-то не пошло, что-то пошло и так далее. Вообще все не шло. Это самое... Это как рождение ребенка. А я все время рыдала, я действительно все время плакала, у меня ни черта не получалось, и это был какой-то ужас. И он, Армен, мне сказал, ну, что ты так страдаешь, почему ты так относишься к этому всему, вот на такой вот высокой трагической ноте. Ты должна понять, что получается рождение нового ребенка, рождение. Оно всегда происходит в страшных муках. Вот столько лет прошло, он говорит ту же самую мысль. Спасибо вам большое. Придешь к нам? Спасибо. Я хочу вас попросить подняться и к нам вот за стол семейный, вот с этой стороны, можешь пройти, да? А вас я попрошу остаться. Покормят тебя. Армен Борисович, у меня есть еще один сюрприз, небольшой. Посмотрите. Что это? Узнаете? Это еще один рекорд Армена Джигарханьяна. Это 1981 год. Это кинофильм Тегеран 43. Идет широким прокатом не только у нас в стране, как говорится, но и за рубежом. Копеек! Не трогайте, Дмитрий. Больше ста миллионов билетов было продано. Сколько? Больше ста миллионов только у нас в стране. Один из билетов лично мой, который вот... Ста миллионов билетов? Позвольте вам презентовать еще один ваш рекорд. Спасибо вам. А давайте-ка мы сейчас пригласим к нам в студию семью, которая имела к этому рекорду непосредственное отношение. Аккуратненько ступеньки. Аккуратненько. Здрасте. Аккуратно ступеньки. Здрасте. Аккуратненько ступеньки. Я предлагаю вам присесть за семейный стол. За большой семейный стол. Я хочу Кирилла попросить Кирилл, привет Ты можешь представить свою большую семью? Мама, папа и сестра Браво, ну лучше не скажешь Весь дружная семья Наталья Николаевна, а с кем легче было работать? С Арменом Борисовичем или с Алленом Делоном? Смешной вопрос Я сейчас обхохочусь Какой вопрос А как вам был Армен Борисович Саллен? Делончик По-моему, нам было хорошо Нет, во-первых, вы учтите самое главное Что Аллен Делон не пьет одеколон Да, на Сегераре 43 было хорошо Нам было очень хорошо всем Это видно Мы были все счастливы У нас была в то время международная команда Мы ездили по всему миру Нам вообще было вообще хорошо Пусть он сделает еще Что его картинник? А я хочу сделать, кстати говоря Тегеран 2012 Смотри Потом, может, не доживем Он уже полгода носится с этой идеей Я уже тыркался с этой идеей Надеюсь, ты принес договор уже Я хочу рассказать одну историю про Армен Борисович Значит, Армен Борисович и Иннокентий Михайлович Известный вам Известный вам Смоктуновский Были приглашены мною На одну картину Денег у меня не было Как всегда Как всегда Мы собрались Мы собрались У меня втроем И я произнес такую речь Ребята У меня нет денег Платить вам нечем Я знаю, сколько вам надо платить Тут никто не знает Но я-то знаю Потому что, когда один американец меня спросил Приехал на съемку Сколько вы ему платите Я говорю, я не буду говорить А сколько вы считаете, надо ему платить Я говорю, ну сколько Сколько вы платите там Этому самому Деньги, например 20 миллионов Я говорю, вот Правильная цена Умная цена Я говорю Ребята, вот есть мое предложение к вам Я бы лично от него отказался Но, тем не менее, вам я его делаю Вы снимаетесь без денег Вы можете отказаться Два дня думаете Вы можете отказаться Но Я вас предупреждаю Что без вас Картина будет Ну, раза в три А может и в пять хуже Иннокентий мне говорю Задумался Армен Борисович тоже задумался Я говорю, два дня Чего вы сейчас задумались-то? Два дня Потом Армен Борисович говорит Слушай Ну и что В чем дело Заработаем в другом месте Армен Борисович У меня еще один к вам вопрос Вы часто говорите Что вы постоянно Влюблялись Своих партнерш По сцене По кадру Обязательно Был такое? Обязательно А иначе не может быть В Наталью Николаевну Були влюблены? До сих пор А присутствие Супруга не мешало? До сих пор Какой? Это другая любовь Это такая дружба Это другая любовь Я бы хотел обратиться Владимир Нович К самому младшему члену Вашей семьи Кириллу Кирилл Вы же не с пустыми руками пришли Вот это что? Кошки Это животные Это кошки Кудайте мне в руки От этих кошек Вот Сейчас я говорю Очень серьезно Потому что Кроме Художества Кроме человеческой связи Кроме Просто Ну Нормального Дружеского отношения У нас еще связывала Любовь Одна У него был кот Которого звали Фил Фил Сначала он Был маленьким Потом он Подрос Вот это он Кто это Не знаешь не ты И не я А знает только Филипп Вот Где Блуждают его маленькие Филиппята Я не знаю Вот они Спасибо за это Кирилл Можно к тебе вопрос Еще один А ты можешь Сделать Армен Борисович Подарок Прочитать Вот на сцене Только если можно Давайте вот у нас сейчас Ребятка не предупредили Ребятка Взрослый режиссер Изобретатель Который может быть Кстати Через несколько лет Придет в ваш театр И что-нибудь поставит вам Армен Борисович Что ты можешь читать Белеет парус одинокий Белеет парус одинокий В тумане моря голубом Что ищет он В стране далекой Что кину Он в краю родном Играет в волны Ветер свищет И мать что гнется И скрипит Увы Он счастья не ищет И не от счастья скрипит Под ним Струя Светлее лазури Над ним уж солнце золотой А он Мятежник Просит бури Как будто в болях Есть покой Браво! Вот это Спасибо тебе большое Ну а теперь еще один подарок От других детей От ваших детей Которые постарше Которые сегодня весь Вечер с нами От ваших артистов Которые хотят признаться Вам в своей любви Давай Прошу вас Вечная любовь Верны мы были ей Но время зло Для памяти моей Чем больше дней Глубже рано в ней Все слова любви В измученных сердцах Слились в одно Предание без конца Как поцелуй И все тянется давно Я уйти не мог Прощаясь навсегда Но видит Бог Надеюсь, что когда Увижу вновь Эту мою любовь И дам я клятву вновь Вечная любовь Вся выпьет от дна И путь один Сквозь отведет она Минуя мрак И туман Туман Обман Вечная любовь Вечная любовь Верны мы были ей Но время зло Для памяти моей Чем больше дней Чем больше дней Глубже рано в ней Все слова любви Безумный крик сердец Слова твои и слезы Наконец Приют для всех Уже прожитых у тех Зорька рассветет И в сумраке ночном Умрет, уйдет Но оживет потом И все вернет Блаженный летний зной Из вечной летний зной Вечная любовь Живут, чтобы любить До слепоты И до последних дней Одна лишь ты Жить, любя Тебя Тебя Навсегда Тебя Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел бы обратиться к молодым талантам. Вы знаете, да, чем еще Армен Борисович занимается? Кроме театра, кино. Шашлыком ты имеешь в виду? Армен Борисович. А сейчас так получится. А у меня вот, видите, получается. Я ваш ученик верный. Хоть и не у вас в театре служу пока. Что? А что, хотели бы? Это мы отдельно про это поговорим. Это отдельный разговор. А вот скажите, вот волка все-таки. Это вот вы придумали этого волка, да, этот характер? Или это придумал Эдуард Назаров? Кто из вас? Могу я тебе сказать? Должны прям сказать мне сейчас. Меня позвали озвучивать. Только-только ушел из жизни Папанов. Главный волк. И мне они сами сказали, что после нашей встречи они нарисовали этого волка. Значит, все-таки первый интон был от вас. Аминь, да. Браво. Который был похож. Сейчас точно споюсь. Сейчас споюсь. А давайте еще один фрагмент сейчас посмотрим. Здорово, Орлы! Здравия желаю, Батя Птичьего! Батя Птичьего! Поздравляю вас с праздником независимости Птичьего двора! Ура! 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 Браво! А это чья была идея? Вот такого сделать Индюка? Тоже от вас оттолкнулись? Не помню. Или все-таки... Уже не... Это, мальчик мой, раз и можно... Но все-таки это был режиссер. Нет, это все вместе. Все вместе. А ребенок от кого рождается? От желания. От желания. От желания, чтобы родился ребенок. И от любви. Ну и так. Желание без любви, оно как-то... А давайте мы у режиссера спросим об этом. Давай, конечно. Давайте. Да-да. Уважаемый господин Гарри Бардин. А-а-а! Почти стихи. Привет, пожалуйста. Проходите, подалка. Здесь всегда. Где мое солото? Красивый мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне сказать несколько слов? Я тебя знаю очень давно, Армен. И, соответственно, сколько знаю, столько и люблю. Один человек во всем мире говорит, когда я звоню ему, он говорит мне, сыночка мой, золото мое, я тебя обожаю. Ну, я понимаю, он мужик. Это женщины, сидящие тут, подтвердят. Он всегда мужик, основательный мужик. Но то, что ты в пять лет родил меня, это, мне кажется... Самообольщение. Но я тебе должен сказать, что с тобой я встречаюсь всегда с таким удовольствием. Я всегда рад общению с тобой. Потому что ты остался мальчишкой и хулиганом. Что для актера, для творца, это первооснова. Ты не приобрел грузности лет и солидности. Ты не солидный актер, хотя очень убедительный в том, что бы ты ни делал. С тобой можно идти в любое плавание. Спасибо тебе за это. Спасибо, мой любимый. Спасибо. Дай тебе Бог здоровья. А можно я спрошу вас, Гарри? Да. Вы для кого снимаете? Свои произведения для детей или для взрослых? Для тебя. Вот ты как тут? Куда ты себя причисляешь? Ну, в общем, я понял. Гарри, у меня к вам тоже есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда вы придумывали своего вот этого вот индюка-предводителя, сразу подумали о том, что это роль для озвучки Армена Борисовича? Ну, сказать, что я всегда о нем думаю, это правда. Я всегда, когда затеваю какой-то фильм, я всегда... Он у меня талисман. Кстати, Гарри был моим учителем французского в фильме «Розыгрыш». Ты хорошо говоришь по-французски? Конечно. Да? Да. Ну, давай следующую часть вечера. Не до поместей! Хватит достаточно. От андер. Пришло время вскрыть... Дорогие друзья, да, давайте попробуем... Почтовый ящик. ...скрыть почту. Открыть, давай. Берем все эти письма. Да. И вслух читаем их прямо здесь. Конечно. Дед. Ну, пожалуйста, будь здоров. Ксенофонтова. Армен Борисович, мы вас любим. Наума Белохостикова. Понял. Хорошо. Хорошо, Санцова. А читать надо что? А можно я возьму домой? Это вы домой обязательно возьмете? Переживу. Дайте я наслажусь этим дома. А вот это что? Разреши. Вот Армен Борисович, он во всем оригинальный, конечно. У нас еще ни разу не было, чтобы наш герой не прочитал письма, которые ему написали. А он хочет дома. Правильно. С этим никто не спорит. Он герой, это его право. Ты боишься. А сейчас сюрприз будет, Армен Борисович. Давай. А вот это наш шашлык. От нашего стола вашему столу. Вашей большой семье, Армен Борисович. Спасибо. К этому шашлыку армянскому чего не хватает? Армянск? Мне кажется, не хватает армян. У нас здесь мало. Армян нет, давай армян. Давайте армян посмотрим. Зови, если есть. Дорогой Армен Борисович. Я вас очень люблю, очень высоко ценю. Я горд, что я живу во время той эпохи, которая называется для меня эпоха Джигарханяна. Я хотел бы сказать, что эту фразу, которую вы мне недавно сказали, искусство нам помогает жить, чтобы не умереть от истины. Когда задумываюсь, я чувствую, что в этом есть совершенно феноменальная истина, я с удовольствием хочу вам передать этот коньяк, настоящий армянский коньяк. Чрезвычайный полномочий послуженный евросийский Непатян Армен Багратович. Спасибо. Вот ты видишь, как я кладу? Два так, два так, два так. Вот запомнишь. Запомнишь. Карлов утверждает, что шашлык удал. Любой? Тогда вам два. Ютюшка, а что вы сейчас будем мясо напекать? Ой, нет, что ты? Не дай. Мясо когда? Огонь станет седой на улице. Так, тарелочки разнесите, пожалуйста. Обращайтесь. Ребята, вас давайте, молодежь. Городные, молодые. Теперь берем сало. Где сало? Вот, берем сало и кладем сюда. Армен Борисович, съедобно? Тормально. Тепло еще. Куда мы? И вы все приходите, мои соседи дорогие. Это же все для вас. Есть, есть стиль у меня, Мармен Борисович. Есть, есть шаттэм стиль у меня.